Мой день начинается с подъема в 7 утра. Собираю вещи на тренировку, умываюсь, завтракаю и двигаю на тренировку. Потом здесь уже переодеваюсь, начинается основная работа, это утром у нас как по расписанию, это работа в партере в основном, либо на снарядах. Это после основной работы уже физическая работа, физподготовка начинается. Второе, как дыхание открывается, там уже и погнали. После этого мыться, домой кушать и отдыхать до второй тренировки. На вторую тренировку также, что приезжаю, переодеваюсь, вечером у нас уже на тренировке это работа в парах, отрабатывание там либо спарринги, либо борцовской стиле, что-то отрабатываем, вот. Все, после тренировки у нас там заминка такая, мини-физо, вот, там отжимания, пресс, вот, растяжка, и все, тоже домой, ужинать и спать, так уже до протяжения четырех месяцев. После победы и Дмитрия на ИСЕ-128 как бы нам не дали контракт, еще сказали, что подготовьтесь, придите еще один приединок, там будем смотреть. Мы от этого отталкивались и буквально там неделю-две Дима отдохнул после боя и начали подготовку, то есть не знали где, что будет, начали просто физические кондиции поднимать чуть выше, потому что по бою в Минске было видно, что немножко кондиции в конце не хватало, не хватало физухи. Все, и мы начали готовиться, и уже непосредственно буквально там две-три недели мы начали втягиваться в тренировочный процесс, нам поступило предложение, то есть от лиги, так как я понимаю, в Москве начался локдаун, вот эти проблемы с пандемией, потому что в Минске не планировался декабрьский турнир, но все-таки ИСЕ решили провести в Минске, и как бы Дим уже выступал, звезды сошлись, ну мы приняли бой. Это, я думаю, наверное, самая тяжелая подготовка у меня такая, потому что и в моменте подготовки где-то такие были и болезни, и травмы, потому что тяжело себя настроить именно морально и физически, чтобы ты вот это вот 4 месяца отдался полностью, то есть тренировкам, то есть и обрел ту форму, которая на данный момент она у меня сейчас есть. На данный момент я могу сказать, что у меня сейчас форма, это самая наилучшая форма за все время вообще выступления в спортивной карьере, в профессиональной карьере, вот. И для каждого человека, то есть лично для меня это было тяжело именно морально настроиться, это все эти подъемы раунд нет, тоже тяжело, но, как говорится, что нас не было делать нас сильнее, то есть... Что касается соперника, соперник неудобный, опытный, сложный, левша, борец, то есть все, что может пойти не так, пошло не так, можно сказать. В целом все идет по плану, уже основные тренировки закончились, подняли функционал, ударную технику, хорошо поборолись, сколько можно было, конечно, хорошо побороться за эти два месяца, все по плану. Соперник, получается, с Грузии, в Ажи Цептаури, вот. И если не ошибаюсь, на 128-м ОСЕЙ тоже проводил вместе со мной бой, но он выступал вроде второй пары и выходил, вот. Проиграл-то в первом раунде удушающим, вот. Так, знаю его, смотрел его бои, знаю, как хорошего борца, борцуха вроде бы, как нормально, неплохо борется, вот. Опыт такой профессиональный, хороший, вот. Соперник серьезный, так что конкурировать я с ним буду только за, то есть... Помериться силами, то есть, чья стойка, чья борьба лучше. Несмотря на сложности физически, то, как бы, наверное, неотъемлемая часть игра – это поддержка именно вот команды, потому что одному, когда, вот, готовишься, например, один к бою, да, например, как я привык, например, с друзьями там выезжаешь, да, там, с парними партнерами, которые, вот, одноклубниками выезжаешь на соревнования, оно проще, вы вместе готовитесь, вместе идете к этой цели и вместе достигаете. В общем, это очень хорошо влияет, то есть, ну, на человека, на которого работают, то есть, потому что это... поддержка – это самое главное. Ты увереннее себя чувствуешь с ней просто. Когда Дима только пришел, бороться не умел вообще, то есть, ну, не понимал, как защищаться, как уходить от болевого, ну, вообще ничего. Ну, сейчас, вот, подготовка к бою, делали большой акцент на борьбу. Сейчас очень трудно пройти, там, попробую сделать какую-то блячку, знает выход и все навсюду, как бы готов на все сто процентов. Это был 2019 год, начало 2019 года. Он тогда в армии служил. На то время он был как базовый кикбоксер, то есть, и техника его была, не сильно подходила под реалии смешанных единоборств. Не чувствовал дистанцию, именно так, как нужно ее чувствовать было бы в ММА. Подходил крайне близко, зарубался постоянно, то есть, и в процессе, и в тренировочном процессе, и в процессе подготовки к боям по смешанным единоборствам явно спрогрессировал. То есть, уже начал чувствовать дистанцию, начал больше обманывать, начал больше раздергивать, работать на джебе. Но, что самое интересное, что было и в начале, и что сейчас осталось при нем, это нокаутирующий удар. То есть, у него очень взрывная сила хорошо развита, и за счет этого он ни одного соперника ронял, как минимум, на задницу или нокаутировал. Сам я на себе тоже прочувствовал, учитывая, что Дима весит не так уж и много, 64-65 килограмм максимум, то я пару раз в голове, у меня пару раз в голове, в разменах с ним поразвенело. То есть, обладает хорошим ударом. Ну и техника, и дистанция стало намного лучше, чем было, однозначно. То есть, в плане функциональности очень хорошо подготовлен, физически очень хорошо готов. Проделывали очень большую работу, как в спаррингах, так и отдельно. Могу сказать, что очень хорошо дышит. Три раунда, то есть, даже не почувствует. Фу-фу-фу, в этот раз поменьше травм было. Дима находится в хорошем настрое, хорошая функциональная подготовка. Все сделали то, что могли сделать. Сейчас осталось только подвести вес, какие-то разбросать руки, немножко работаем над скоростью, над тактико-техническими моментами. Важный момент, что бой проходит в Минске. Для нас это, наверное, какая-то более ответственность, потому что понятно, что легче выезжать куда-то, где тебе никакого груза нету, ни родственники, ни друзья. Здесь всегда ты, когда выступаешь дома, хочешь показать, что ты лучше, хочешь показать самый красивый бой. Но на высоком уровне тебе не должны эти вопросы волновать. Ты должен выходить и делать эту работу. По мне, выступать за границей это легче, потому что здесь, если когда выступаешь на родине, у тебя здесь не то, что что-то давит, а есть такие переживания, как это подвести, не то, что подвести, а хочется показать что-то, но ты боишься этого не показать. Вот именно своим друзьям, родственникам. Не люблю, когда приходят родные или родственники, или друзья. Ну, друзья еще ладно. Больше всего не люблю, когда приходят, например, родители или сестры. Это очень большое волнение. Друзья это друзья, а родители это родители. Ну, все, что от нас касается, мы уже сделали. Провели все спарринги. Настрой только победа. С другим настроем не надо вообще этими делами заниматься. Вы болейте, смотрите, покупайте подписки, где-то, не знаю, ищите трансляцию, приезжайте, кто местный, в город Минск, поддерживайте нас. Для нас это важный бой, это хороший вызов. Опять же, если все будет хорошо, я надеюсь, так и будет. То есть мы продлим отношения с лигой, и будем показывать с каждым боем еще все круче и круче. Кто знает Диму, у него скучных боев не бывает. Обычно кто-то должен лечь спать, потушим свет и так далее. Думаю, что сейчас, на сегодняшний день, если сравнить его с тем, то на сегодня он готов намного, значительно лучше. И боем покажут всю красоту, как самой базы кикбоксинга, так и саму ударную технику, заделанную под реалий смешанных единоборств. Я думаю, вас ожидают очень классный, яркий, насыщенный бой. Бой пройдет, нокаут, второй раунд. Хочу пожелать без травм, чтобы обойтись, и забрать бонус вечера и нокаут вечера. Турнир пройдет в Минске 19 ноября. У меня первый бой, то есть вообще в карте. Самый первый уже на 128-м ИСЕ, первый раз, когда я бился, я тоже выступал, открывал турнир, и сейчас тоже. Первый раз получилось открыть ярко, так что я думаю, в этот раз традиции не будем изменять, откроем тоже ярко. Буду стараться сделать все возможное и невозможное, дабы подняли по-любому руку, порадовать тренеров, порадовать всех своих знакомых, близких очередной победой. Я думаю, вы увидите, это самая лучшая версия зимы. Так что приходите себе поболеть, посмотреть, буду очень рад. Знаете, ваша поддержка – это самая неотъемлемая часть, так что приходите, будет жарко. Субтитры сделал DimaTorzok